Всем привет! В этом видео хочу поговорить о симметрии, как лепить лицо, какие нюансы есть в программах. Давайте это дело все обсудим. Вот такая у меня модель Таноса. Я ее делал полностью в скульптрис от начала до конца, без составных моделей, полностью вытягивал. Давайте включим симметрию, посмотрим что изменится. Вы видите, что ничего не меняется. Модель симметрична полностью. Давайте теперь разберем фишку по симметрии, откроем сферу. Вот проходит наше деление симметрии. Когда вы начинаете лепить, допустим, вот все симметричное, начинаете делать глаза, нос, вот такая у нас выходит симметрия. Но есть такой казус, допустим, если вы начали лепить просто со сферы и не обратили внимание, допустим, вот на эту полосу, которая делит на симметрии две половины. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Отключим симметрию. И вот, допустим, вы включили сферу и начинаете, допустим, лепить. Моделируете, допустим, голову. Вот так вы все начали делать и симметрия не включена. Вы, допустим, начали лепить здесь вот глаза, здесь вот нос. И потом получается такая фишка, что когда вы включаете симметрию, у вас получается вот такая интересная штука. И потом, когда вы будете вбрасывать модель, допустим, в ZBrush или еще куда-то, у вас появятся проблемы, допустим, с Projectile, когда вы будете все детали компоновать вместе, допустим, глаза, уши, все будет разбиваться, делаться криво. Модель не получится соединять саптулы, поэтому все будет надо лепить отдельно, как-то компоновать. И желательно тогда уже делать в одной программе. Давайте теперь рассмотрим. Допустим, вы скачиваете голову в интернете. Давайте я постараюсь ее найти. Вот такая модель Bruce Lee. Я ее делал полностью голову, болванки скачивал в интернете, чтобы время не тратить, допустим, на проработку, вытягивание, компоновки головы. И вот теперь давайте включим симметрию. Посмотрим. Вот такая фишка у нас получается, потому что голова скачана с интернета. Симметрия делалась она, допустим, возможно, в 3D Max или, допустим, делалась в другой программе Риноцироз. Вот такая фишка у меня получается. И она будет выскакивать у меня и в ZBrush. Кстати, в седьмой модели ZBrush это дело не устраняет. Но уже в восьмой модели ZBrush появилась такая функция, что считывает симметрию и модель делает симметричной, даже не симметричной. Давайте теперь разберем это дело в ZBrush. Вот у меня TANOS. Я могу свободно включить симметрию. И вы видите, что я могу работать симметрично. Все наносится по симметрии. Потому что эту модель я делал сам, полностью контролировал, где у меня проходит симметрия. Начинал ее делать сначала с самого симметрии. Ну, давайте теперь включим, допустим, модель опять же брусли. Закрузилась наша модель. Вот мы можем на ней лепить. Все, мы можем с ней работать. Ну вот, если мы включим симметрию, вот вы смотрите, насколько она не соответствует модели. Что для этого можно сделать? Во-первых, лепить полностью без симметрии каждую деталь. Рекомендую, кстати, если вы делаете бюсты, там, лицо или еще детали какие-то лица, старайтесь отходить от симметрии. Лепите полностью, как болванку делайте симметричную, но потом симметрию отключайте и старайтесь делать без симметрии лицо, чтобы больше было сходства с персонажем, потому что наши лица не симметричны. И когда вы делаете симметричную лепку, в основном бывает не похож персонаж сам на себя. У него есть такие нюансы, допустим, вот у кого-то губа вниз уходит, у кого-то прищуривание с одной стороны, один глаз больше открыт, допустим, одна половина черепа бывает больше, другая меньше. Если вы возьмете, допустим, левую часть головы, поделите ее и сделайте зеркально на картинке и совместите, человек будет, что левая сторона, что правая, будет два разных человека. Поэтому сам персонаж, сам человек складывается из того, что у него две половины лица разные. Редко встречаются симметричные лица. Так что, как вот выйти с положения симметрии в ZBrush, допустим? Мы включаем нашу, и теперь если мы сдвинем модель вбок, мы увидим, что вот здесь вот находится центр, вот эти вот X, Y, Z. И если постараться и отрегулировать, допустим, увести модель чуть-чуть вбок и включить опять же симметрию, вот вы видите, мы уже попали, мы можем работать симметрично с этой моделью по симметрии. Но возникнет другая проблема, если вы будете делать глаза, там еще части какие-то одежды, и потом вам понадобится, допустим, сделать projectile, соединить все эти sub-tools, то у вас выскочит, давайте посмотрим, какой казус. Вот такой казус у вас выскочит, модель раздует, ее нужно опять же взять и подогнать, потом выровнять, поймать вот эту вот середину, чтобы все это совместилось симметрично. Так, с этим мы разобрались. В принципе, все, что я хотел сказать. Давайте и тут вернемся назад. вот, а скульптрис, скульптрис, кстати, с этой проблемой вы уже не разберетесь. Вам придется лепить постоянно, без симметрии. И модель, кстати, вот давайте откроем. Вот она составная у меня, голова отдельная, тело я лепил скульптрис, а вот голову брал с интернета, как болванку. Поэтому, стыковки по симметрии здесь не уберешь. Если даже уводить модель в бок, как мы делали в The Brush, и опять же включить симметрию, ничего здесь не изменится, будет вот такая фишка. Так что, доделывайте модель полностью без симметрии, если голова скачанная. Все, всем пока. Субтитры делал DimaTorzok